Добрый день! Сегодня вышла интересная новость, что учителям будет предписано носить маски на уроках с первого сентября. А я решил проверить эту информацию и позвонил непосредственно по телефонам, которые указаны в качестве контактных телефонов, горячих линий Минпросвещения. И вот что услышал. Добрый день! Горячая линия по вопросам дистанционного обучения Министерства Просвещения. Меня зовут Валентин. Как мы к вам обращаться? Михаил. Валентин, мы с вами минутку назад разговаривали, похоже. Подскажите, пожалуйста, а какие еще горячие линии существуют? Дело в том, что ТАСС сообщает, что они звонили на горячую линию Минпросвещения. А я сейчас смотрю на как бы на сайте Минпросвещения. Горячая линия относительно образования, ну как бы относительно школьного уровня образования, это только ваше. Потому что остальные, это вопросы оплаты труда, там, ну бог знает что, среднее профессиональное образование, но вот по школе как бы других горячих линий нет. Могли ли они звонить вам с этим вопросом? Смотрите, у нас на самом деле, мы видели, да, запрос такой, там неправильно ТАСС, по-моему, процитировал. Если вы про маски, про ношение масок, то там ТАСС неправильно передал информацию, если вы по этому вопросу. Да, 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 я именно по этому вопросу, потому что на самом деле очень заинтересовала эта история. Потому что, насколько я знаю, никакой, никаких распорядительных документов Роспотребнадзора на эту тему нет. А вот откуда взялась эта вообще история? Верно. Мы сами сейчас вот, как только увидели эту информацию в новостях, мы сами начали проверять, откуда звонок, откуда такая информация. Мы перепроверили свои звонки, у нас вроде такой, от нас такой информации не поступало, и, в общем, информация не верна. Ну, распорядительных документов я, например, не нашел, и, соответственно... Нет, есть только рекомендательные документы, никакой обязаловки нет, у школьного учреждения все решают сами. Я понял вас. Ну, опять же, в рамках позволенного... Нет, ну, понятно, там региональные власти могут установить правила, понятно. Ну, то есть, со стороны Министерства просвещения никаких или Роспотребнадзора федерального уровня, такого рода требований, о них вам неизвестно, вот вам, как сотрудника колл-центра, правильно я понимаю? Нет, нет, не то чтобы неизвестно, у нас есть, например, последний, у нас есть документы по рекомендациям, и там написано, это рекомендации. Я вас понял. Спасибо огромное, все. Подожди, подожди, уточните, пожалуйста, ваш регион. Санкт-Петербург? Ну, я... Это Санкт-Петербург, но просто дело в том, что я-то увидел это на федеральных источниках, поэтому заинтересовался. Ясно. Ну, в общем, да, это в новостях, там, без информации. Надо проверять источники, я понял. Хорошо, благодарю вас, спасибо большое. Хотя это ТАСС, хотя это ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза. Очень интересно. Фейки распространяют, и они тоже. Все, благодарю вас, спасибо большое. Пожалуйста, все хорошо. До свидания, да, хорошего дня. Вот так вот. Верьте, блин, прессе. Пока.